МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видите, сегодня день прекрасный. Ну, вы так заказали. Ну что, разрешите тогда проехаться по трассе? Ну, давай. Я буду смотреть, как почерпнуть. Молодость из-за того, из-за того, из-за того, из-за того, из-за того. Дорогие друзья, на нашем празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с главой государства на трассе наши прославленные спортсмены. Сергей Новиков, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в Аткувере. Вадим Сашурин, трехкратный чемпион мира по биатлону. Алена Зубрилова, участница трех Олимпийских игр 1998, 2002, 2006 годов. Обладательница 17-ти наград чемпионатов мира, в том числе 4-х золотых. Ольга Назарова, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, победительница универсиады, неоднократная чемпионка мира по летнему биатлону. Людмила Каличи, участница Олимпийских игр 2014 года, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Друзья, ваши бурные аплодисменты, легенды, наши действительно великие спортсмены. А мы с вами сегодня, как и трупы, уже веси и солнечные дети, все вместе будут следить за головами. Мы живем в этом году. Друзья, мы с вами сегодня, как и трупы, уже прошли в начале марта, заключили в том этапе. Вы знаете, сообщу вам, что вот, как я сказал, номера с 1 по 18 стартовые, это ребята, 23-го года, 4-го года, в этом абсолютно больше. 24 юноши мы увидим сейчас на старте. Раубичик принимает соревнования любых вас на секс-профт, любого уровня. Готовьте ваши ладошки, ну и естественно. Добрый путь, юноши! Добрый путь, юноши! Ну, молодец. Хорошо, красиво! Что, друзья, и тут уже многое-многое, то, наверное, не буду перестраховываться, все понятно. Нет, на финише ваши аплодисменты! Но и мы видим, что тут же здорово преследователи несколько секунд всего преимущества чемпиона в итоговом протоколе. В эти громкие аплодисменты были поздравить победителя и призёров наших соревнований. Ещё раз громкими аплодисментами мы приветствуем победителей и призёров пиатлонной гонки на 10 километров юноши 2003-2004 год рождения. Дорогие друзья, совсем недавно закончилась зимняя Олимпиада. И эта Олимпиада, если откровенно, мало радости подарила белорусскому народу. Мы немало сделали для того, чтобы наши спортсмены достойно выступили на соревнованиях в Пекине. И когда мы задавали вопросы спортсменам, чего вам не хватает, всего хватало. Но в итоге имеем то, что имеем. В ближайшее время в рабочем порядке, в том числе и по результатам этих соревнований, это один из факторов, ответственные чиновники, Минспорта и правительство доложат мне, как они распорядились теми средствами, которые были им выделены, пусть небольшие, но вроде всего хватало. И почему такое блеклое, не знаю, как лучше сказать, в Пекине мы выглядели. Думаю, что нет достойной конкуренции. Я сегодня почти целый день провёл здесь, на любимом мною стадионе, для того, чтобы посмотреть, у нас кто-то ещё умеет на лыжах бегать и стрелять. Оказывается, умеют и бегать, и стрелять. Опять, пусть сегодня праздник, но хочу сказать, что если чиновники о спорте и правительстве и тренеры хотят дальше работать, значит, надо показывать результат. Нет, значит, надо уходить. В этом смысл был этих соревнований. Я пообещал этим девушкам и ребятам, что летом мы встретимся здесь, на этом стадионе, уже на лыжероллерах. Мы посмотрим, это ближайшая наша смена. Можно сказать, что имеем, то имеем, но есть очень неплохие девочки и ребята, которые могут попасть даже в новый четырёхлетний цикл. Как вы знаете, летняя Олимпиада пройдёт во Франции, а зимняя – в Италии. Я очень хотел бы, чтобы вот из этих маленьких ещё пока звёздочек и их тренеров выросли настоящие спортсмены, чтобы у нас была достойная конкуренция, чтобы у нас туристами на чемпионаты мира и Олимпийские игры больше никто не ездил. Второе. Я хочу, чтобы эти соревнования, подобные соревнования, стали традицией. Да, молодёжь и юноши, как меня убеждают, великие, сегодня находятся на международных соревнованиях. Но я думаю, эти догонят и тех, кто сегодня на международных соревнованиях. Очень хотелось бы. Но вам, дорогие мои, запомните, вот такие полные стадионы, тысячи людей, вы увидите нечасто. Поэтому цените и несите большую ответственность перед теми людьми, своими родителями, всеми, кто здесь присутствует и кого, может быть, нет. Нет, большая должна быть у вас ответственность перед ними. И вы должны, ну, по-мужски я вам скажу, на лыжне надо умирать, чтобы показывать нормальные результаты, а потом оживать после финиша. Знаете, о чём я говорю. Ну и совсем последнее для вас. Приходите сюда, в городе, даже в Минске, в центре города, у нас прекрасные две трассы. Если вы хотите быть здоровыми и не болеть разными вирусами, в этом ваше главное здоровье. Учитесь у наших детей. Вам огромная благодарность. Спасибо, что приехали. Традиционно будем с вами встречаться. А вам, уважаемые друзья, большое спасибо, что вы провели этот день на свежем воздухе. Я вам желаю, чтобы вы никогда не болели, всегда были здоровыми и растили в нашей стране вот таких здоровых детей. Счастья вам! Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин